Если бы программу «Последний герой» снимали в Саратовской области, то для этого наверняка выбрали бы хутор «Бетеляк». Там даже искусственные сложности для участников создавать не надо. Природа и заботливые руки коммунальщиков уже постарались. И сейчас островитяне с «Бетеляка» как последние герои. Их жизнь – это постоянная борьба со стихией. Как испытание, наверное. Скорее всего, это целый квест, особенно для пенсионеров. Просто попасть туда в магазин пешком, надо еще через поле пройти. Сколько там длина? Тоже километра полтора. Это надо пойти. Я не знаю, там чистят, не чистят ли. Вообще здесь по полю надо идти, потом надо спуститься там. Мы ходим. Вот фотографию в прошлом году. Ходили в администрацию, просили, чтобы сделали спуск хотя бы нам. Ну никаких нет. Я вам покажу фотографии, как бабушки залазят, ползают. Говорят, представители администрации приезжали в «Бетеляк» и не далее, как в минувшие выходные. Но на хутор не пошли, рисковать не решились. Общались с жителями перед размытой плотиной. Наверное, не догадались взять с собой резиновый костюм, без которого на остров сейчас не попадешь. Они были максимум до этого же места. Это максимум, что они были. Я даже не знаю. Самые старые жители, так сказать, могут подсказать, когда они были вообще у нас на острове. А после этого визита отчитались на планерке в администрации района. Мол, все хуторяне обеспечены лекарствами, продуктами, есть связь, ситуация на контроле. По хутору «Бетеляк» все-таки вчера выезжали сотрудники. В воскресенье был жден выезд рабочей группы на данный хутор, встреча с жителями. На текущий момент ситуация такая, что продукты и медикаменты у жителей имеются. В госпитализации никто не нуждается. У больной с сахарным диабетом запас медицинских препаратов, таблеток имеется. На два месяца еще вперед. До этого визита островитяне давненько не видели представителей управления по делам ГОИЧС, а также у ЖКХ. Это управление, кстати, отвечает за целостность плотины. Но его руководитель Наталья Фельди даже словом не обмолвилась с жителями Бетелика. В воскресенье приезжал Фельди с репортерами тоже, в Волоковские вести. То, что мы стояли им говорили, они все промолчали. Ничего не... молча все. Напуганы или что, я не знаю. Но они постояли все это. Смотрим, разговора нет никакого. Я говорю, ну тогда расходиться надо. Вести сказали. На другой день выходит в понедельник уже репортаж. Багасин говорит, какие-то 20 километров по сухому где-то. Вот оно. Это единственное место, где можно пройти к нам. Там есть еще одна плотина. Вот ее тоже надо, чтобы близко там было ходить. Но там меньше размыто. А почему же пожаловали чиновники на остров именно сейчас, если плотину размыло еще в октябре? Причина не в заботе о жителях. Оказалась, это реакция на жалобы, адресованные губернатору. То никто нам ничего не привозит. Вот они нас написали, приехали быстрее, доктор, медики привезли. Багасины прошли, им сказали, они подошли к лодке, один житель перевез, доктора перевез, один провалился. И они развернулись, и все, и больше никого не было. Остров Бетеляк – прекрасное место для ведения фермерского хозяйства, экологически чистые луга и поля. Есть и фермеры, но для них это зона очень рискованного земледелия. Хозяйственная деятельность трудом проходит здесь. Вот, например, этой осенью пахота не случилась у нас по вине плотины, потому что трактор наемный должен был прийти, как он освободился. Перед этим за два дня плотину прорвало, то есть несем убытки. Да, конечно, люди держат скотину, птицу. Пять тонн на лодке перевозили. На лодках корма точно так же перевозится. У других фермеров буквально плотину прорвало, четыре единицы техники тоже чуть не остались зимовать. Живут на острове как пожилые люди, так и молодежь. Сами пекут хлеб, держат скот, помогают друг другу. Вот только детей нет. Единственную школьницу отправили к бабушке в город, потому как нет возможности обучать ее в селе. До ближайшей школы в Плеханах две разрушенные плотины и пара километров. А для домашнего обучения мобильный интернет слабоват. У нас даже обыкновенного таксофона на острове нет. Вот так, в случае с чего, мало ли, вдруг. Не будет электричества, телефон мы не зарядим. И что будем делать? Пожар случится, кто к нам приедет, нас тушить? Вертолет нужен. Вот так и живут хуторяне. Чтобы попасть в ближайшие села, необходимо вброд перейти плотину, а то и две. Облаково им вообще кажется чем-то недостижимым. Дорога до трассы идет по полям. Заблудиться можно, что и сделала наша съемочная группа по дороге домой. Вот дорога на Плеханы. Короткий путь от Плеханов до хутора Бетеляк через эту плотину полтора километра. Полтора-два. То есть вы тоже там машину бросаете, да? Да, да, да. То есть по карте получается смотрим, что как будто здесь есть проезд, но по факту... По факту вот здесь тоже промыто, вода идет обратным ходом из ручья Щучий, в основное русло. Ну, тем не менее, объезд имеется по сухому, правильно, Александр Александрович? Да. Там порядка 20 километров, но тем не менее, объезд имеется по твердому земляному полотну. Здесь после схода воды, понятно, вряд ли возможно передвигаться, потому что такая серьезная там жира. Ну, это топи так называемая, да. И нет смысла здесь рисковать и сделать какие-то там переходы. Других вариантов нет. Поэтому я писал в комментариях, покажите нам, жителям, где мы будем ходить. Пусть покажите нам, где, господи. Ну, если он есть. А если его нет, что говорить о нем? Ну, что, мы не будем врать, как они там, например, лгут. Сидят, что тут 20 километров можно где-то что-то пройти. В принципе, всех этих проблем можно было бы избежать. Достаточно правильно укрепить плотину, обустроив в ней гидраж, а не насыпать в размытые участки чернозём, который, кстати, коммунальщики берут с плодородных полей местных фермеров, вызывая недовольство. Эта земля при повышении уровня воды в речке всё равно размывается, а значит, деньги, потраченные на восстановление плотины, утекают вместе с водой.